Вот сколько должны забить мужики, чтобы ты была довольна? Поднимается мотивация, да? И глядя на тебя, другие люди начинают участвовать в их одиночестве. В основном нашу сборную, а не наша сборная. Было такое, что они добежали уже, а ты еще нет. Ты кричишь? Конечно. Мы беседуем с Натальей Андреевой, и больше известной как самая красивая болельщица. Наверняка вы видели кадры с ее участием в матчах сборной России. Если она не идет, то вот мы вам их покажем. Наташа, расскажи, как ты к этому пришла? Мы видели тебя уже на многих турнирах. С чего начиналось? Начиналось с того, что я поехала болеть в сборную в Польшу на фигу. И все, и все. Вот не секрет, что эта культура в Европе, на Западе, больше раз, чем у нас. Как тебе это было больше? Это правда. Мы постоянно видим тебя на трибунах, но не слышим, как ты болеешь. Что ты? Ты кричишь? Конечно. Я кричу, я прыгаю. Очень часто во время матчей мы можем видеть, как камеры берут тебя крупным планом. Тебя это не смущает? Ты привыкла к этому? Нет, меня это не смущает, потому что я жизнь не убиваю. И мне кажется, ты делаешь. То есть ты искренне все делаешь? Ты все как бы по часам. Но тебя не смущает, что за исключением двух последних матчей и в основном нашу сборную, а не нашу сборную. Я думаю, что у нас сейчас будет гигантский толчок под одно место, чтобы мы начали достигать, достигать и достигать. Ну, а ты гордишься тем, что ты таким образом подаешь пример, и глядя на тебя, другие люди начинают участвовать в одиночестве. Я думаю, что с нашего чемпионата мира сейчас многие девушки, которые не имели вообще понятия никакого футболя, они уже в тему. И мужчины взяты с ихими глазами, и с ихими удивляют, что происходит. Мир меняется. Почему девушки это делают? Девушки берут все в свои руки. Девушки берут все в свои руки, конечно. Ну, с этого все начинается, а потом уже там как пойдет обычно. Скажи, пожалуйста, а вот что по поводу результатов ты думаешь? Ну, пять голов, например, это было круто арабам. Три-один тоже отлично. Вот сколько должны забить мужики, чтобы ты была довольна? Чтобы я была довольна, они должны победить. И не только, чтобы я была довольна. То есть неважно сколько, да? Победа – самое главное. Знаете, игра, которая была сейчас, вот эти громады, они показали, что наши хотят играть. Наши стремятся к победе. Наши пытаются действительно... Поднимается мотивация, да, так сказать? Да, и это было так удивительно, потому что мы проиграли и все предыдущие товарищи в этой игры. Сейчас мы просто в копе. А в чем секрет? Может быть, какие-нибудь таблеточки они употребляют для поднятия тонуса, так сказать? Ну, я очень думаю, что это поддержка. Все-таки мы играем дома, мы играем в наших зданиях. То есть никакой химии, да? Это просто самосознание вылезает. Это тоже не просто я, безусловно. Наташа, ну мы совсем немного знаем о тебе самой. Наверное, главное – это то, что ты сама активно занимаешься спортом. Да, я занимаюсь. В частности, я вот видел фотографии, как ты бегаешь. И бегаешь марафонские дистанции такие длинные достаточно. Ну, я бегала пока 10 километров, но больше я пока еще не готова. Но это процесс. Как ты относишься к тем людям, которые не добегают вместе с тобой до финиша? Ты их добегаешь, а они нет. Самое главное, что они начали бежать. А было такое, что они добежали уже, а ты еще нет? Нет. Всегда? Потому что я бегала там, где точно знаю, что я добегу. Понятно. Это самое прекрасное зрелище, которое можно наблюдать, по крайней мере, этим летом. Мы разговаривали с Натальей Андреевой, самой красивой русской болельщицей. И помню, как целовать, мы посмотрим. Все. Это было прекрасно. Продолжение следует...